Извини, что я отвлекаю тебя. У меня такой вопрос. Да что ты извиняешься? Нормально все? Давай. У меня такой вопрос. Женщина может ли причащать? Женщина вот причащать может или нет? А как она может причащать? Вот у нас такое дело случилось. Прямо сейчас вот по горячим следам. У Васи родилась девочка. Приехали сюда старообрядцы, владыка и отец Сергий. И решили причастить. А они, ну как, до этого узнали, Вася заболел сильной и причастился в церкви православной. Они сказали, раз ты к не княнам ходил, значит мы не будем и крестить. Ты голову подними, слишком низко держишь. Вот так, вот так, говори. Что к не княнам ходил, причащался, поэтому мы не можем твоего ребенка крестить. Вот этим они мотивируют. А Вася говорит, я был при смерти, поэтому я причастился. Как я могу дать обещание, что я еще не пойду, потому что, ну, жизнь такая, а батюшка здесь и погоду не бывает, очень редко бывает. И поэтому, а он сказал так. Тут, говорит, есть дары запасные. И Клавдия там на это благословленная, и если что, она может причастить. И вот у меня прям вот такое, вот думаю, это вообще что-то какое-то... Как это так? Ну как, вот в первоапостольской церкви вообще-то так и было. Вот жития святых, мы считаем, святая Едокия. Ты Едокию знаешь, сестру свою? Вот сейчас ее названо. Когда ее арестовали, то у ней выпало причастие. Она с собой всегда носила его. Давали-то в руку, в рот-то ложечкой не давали. Она никому не написано, что давала, но у ней с собой было, с собой. И когда ее арестовали, оно выпало. Жития святых, Дмитрий Ростовского. А чтобы она кого-то причащала, такого я не считал нигде. А с собой давали в руку, в руку отдельно тело. А некоторые стали приносить золотые сосуды. А Ян Затаус это дело отменил, говорит. Рука более почетная, чем золотой сосуд. Зачем это вы делаете так? Ну, я не знаю, еще он их и держится таких, если они так его там третируют. Ну, ходи православную, зачем старообрядцам-то? Ну, вот теперь придется так это. Ну, просто хотелось как вот все дети крещеные в старообрядчестве, так и хотели, и он там туда ходил. Это не имеет значение, где крещеные. Крещеных полно погружения, правильно, и все. Да не ходи никогда, пошел там у вас какой, там Вознесенский собор? Да у нас в Воронцовке есть церковь. А, ты смотри. Ну, вот и ходи туда. Зачем тебе нужны они? Они за каждое слово привязываются. Ведь они не просто привязываются, а они считают, что вся Вселенская Православная Церковь недействительная. Это богохульники. И поэтому к ним идти, как это? Вообще даже. Они обрядоверцы. В воскресенье поехали, и она, ну, в общем, сильно такой завела нас, такой разговор. Ну, а Вася говорит, поехали, разузнаем, когда батюшка приедет крестить. Ну, и меня взял с собой, я поехала. И она там и проститутками обозвала, что мы туда-сюда ходим, вы, говорит, туда-сюда, как трость ветром колеблемая, и Господь вас изблюет. Вот, ну, в общем, вот так вот это все, я говорю. Сейчас вот, ну, она сама сказала про собор, про этот Вселенский. Я говорю, вот что-нибудь решат, вот, и, может быть, будем вместе. Она уже заранее раскол. Раз что не два перста, то все, я говорю, мы молимся двумя перстами. Она говорит, Игнатий всегда говорил, что двумя перстами надо креститься. Я говорю, нет, Игнатий говорил, что так и так одинаково. Пусть, говорит, не брешь. Равно спасительно, это уже решение патриархийное было. И зачем идти туда? То ответ один, только не ходи и не тревожь свою душу. Спасайся здесь. Патриархия открывает храмы где-то. И храмы есть, зачем туда идти? Я, то что другого ответа не могу. Они тебя презирают, они тебя выдавливают. А ты будешь лезть и к ним, и завтра будет, и послезавтра такое. Тем более она начинает тебя поносить. Это за какой-то... Осталось ровно шесть старух. Один Вася был молодой. Один, один. Ни одного старичка никого не видать. И где дети, где внуки, никого нет. Мои внуки ходят плохо. А их внук порог клубом ходит. Это хорошо. Не надо даже все перечислять. В общем так, Вася, скажи, больше туда не ходи, на этом все конец. Сходите в одну церковь. Патриарши церкви открыты. Что тебе еще надо-то? Что ты вырешиваешь-то? Это вселенская церковь-то. А это действительно три старухи и начинают выкомуривать кого-то. Зачем это нужно? Тут ответа никакого нет больше. Не, ну и пископ приехал, думали, все, чтобы по-хорошему это покрестить. Ну вот тебе и по-хорошему. Если священник там не крестит, найди в другом месте где-то покрестить, покрестить, когда полное погружение. Это всегда можно найти. Тем более у нас бывает так, крестят даже не в полное бывает. Ну а кто требует, которые с нами знакомы, тут же в соборе. Я разговаривал, генеральный директор нашего издательства «Алтайская правда», вот, Георгий Владимирович, он говорит мне, я, говорит, крестил внука. Я говорю, как, как, полное погружение. Я, говорит, еще зря с вами встречался, то столько, говорит. Я пришел когда, они, говорят, вот так, я посмотрел, там мало воды, говорю, налейте. Так она холодная. Надо подогревать, ну подогревать, я говорю, долго. А я, говорит, подожду. Я, говорит, подожду. И они, говорит, крестили, как положено, но видно, говорит, недовольные такие были из-за меня столько долго. А если неправильно, то я все понял, я ему материалы давал о крещении. А то Господь так делает. Надо сразу выходить из этого положения. Самое безболезненное отойти от них, мы же так и сделали, в Новосибирске были. Они давят и давят и давят, никуда. Вот если бы я был у них, там у старообрядцев, я бы никогда ничего не создал. Ни детского лагеря, ни деревни, ни книг, ни миссионерских поездок. Ничего не было. То есть меня не было бы. Я бы там, что там Вова Долгов скажет, я должен был, крюки. А крюки я не могу петь, потому что слуха нет. Ну и все. То есть им таланты мои век не нужны. Еще бы я пошел. Когда было отлучение, снято, все, вернулся, приехали сюда, сходил на исповедь и все забыто. Так они уже третье поколение на злобе ко мне воспитывают. Уже внуки тех, кто мои знакомые были, они все еще их долго, они даже не знают и не слыхали. Вот они, Вася, когда говорит, не ходил толком там, ну в церковь не ходил, когда-никогда там, все было. Придул, все, свой человек, все хорошо. А сейчас стал ходить, все плохо. Сразу вот это, чтоб не каньяном, это все идет от тебя. Они все борются с нами, потому что мы лапкины. Ну и все. Так, Вася, скажи, больше не тревожь свою душу и не порти себе и детям нервы. Это исчезающее. У них ничего нету, нету. И даже там, где и большие, я ходил, они ни слова Божие не знают, ничего нет. Это темень непрорубная. И что там делать с ними? Здесь законный пастырь, законный епископ, патриарх. А там никого нету и не дождешься нигде. Да зачем это нужно тебе? Вася говорит, я подумаю. Они говорят, мы чин, второй чин, что такое, второй чин какой-то будут читать над ним, тогда только обратно примут. Скажи, от Вася, Вася передает мне, скажи, не ходи больше, не надо тебе этого. Второй, третий, вы их закрепляете в их невежестве. У них главное, это Максим Исповедник, Федор Студит, больше там Иоанн Дамаскин. Вот все, ересь, ты еретик, переходи к нам. У них больше нет проповеди. Ты еретик, переходи к нам. Все, все, благовестие закончилось. Я их очень хорошо знаю, очень. Потому что... Все, спасибо, Христос. Ну, сегодня вот под таким впечатлением, и прям как-то, что... Ну, нехорошо, прям, неспокойно вот так вот, с таким этим... У них был Евгений Бабков. Вот. Он самый грамотный у них был. А его отец Алексей, он работал у них в метрополии. Тогда архиепископия была старообрядческая. И я там у них даже ночевал в этой библиотеке-то. И у нас такие хорошие с ним отношения были. Он примерно мой ровесник. Примерно так. В Москве. И вот случилось, я допустил ошибку. Когда поздравительное писал, письмо к баптистам и к ним, и перепутал в конверт, вложил баптистское к нему. А этот туда. И он сразу догадался, что я баптистов пораздравляю. Так как он начал? Теперь всех против меня стал учить. Я сколько раз говорю, меня трогать не надо, я сам себе не принадлежу. А он, Бабков, значит, Евгений Алексеевич, и он поставили его священником. У него, кажется, девять сыновей, что ли, тут. Даже в Новосибирске тут ездят. И вот он работал в... служил в Гомеле. И когда ехал оттуда, он сидел, заснул. Везли его. И с той стороны большая долгуша, она метров 12 машина, она перескочила бордюр, маленький кустарник, и туда, их поперек дороги, они туда влетели. У него мгновенная смерть. Мгновенная. И вот, ну, как хочешь, так и понимай. Его нет, Евгения Бабкова. И недавно я в интернете что-то смотрел, их старобрятся, обо мне судят. Вот есть такой человек, вот то, то, то там, вот. Ну, с ним, говорит, никто его не сможет, он каноны знает. Вот Евгений Бабков, может быть, один у нас был бы, кто с Лапкиным мог бы сразиться. А так никого у нас таких нету. Ну, действительно, он был архитектурный там институт или что-то. У меня, значит, переписка какая с их митрополитом-то, Корнелием, слышала? Да. Вот. Он сейчас вот прислал благодарность. Он попросил даже его книгу там прокомментировать, я ему написал. Ну, и попросил за наших старобрядцев, чтобы разрешили ходить-то. Нет, никак нельзя нам. Я-то все засчитывал на собрании. Ты видела? Видела. А Вася говорит, был бы батюшка, и вопрос бы не возник. Ну, как так? Вот большая такая страна, Кыргызстан, нету батюшки. В Алма-Ате тоже закрыли церковь, говорят. Ну, как так без батюшки-то? Ну, был бы батюшка, и не возникло бы вопроса. Ну, я тебе ответил, как все, как-как. Да там делать нечего. Когда все умирает, ни света, ни мерцания, ничего нет. Еще там к ним лезьте. Когда рядом открыт храм. Храм. А ты тебя, если настраивали против, а тебе судить-то зачем? Златоуст говорит. Ты не суди, а иди и выполняй, что тебе говорят. А не видишь, как, когда я в Новосибирске был, я даю Библию, а на Библию неправильно переведена. Ну, чтобы судить правильно или неправильно, у тебя должны быть знания. Знания еврейского языка. Побольше даже, чем у Александра Мения. Перевозчики какие были. Первое. Второе. Ты должен греческий язык знать. Тоже. Они перевели неправильно. А почему неправильно? С какой целью-то они? Они их умышленно перепортили. Я как-то акриды был, а там ел, говорят, акриды, дикий мед. Но акриды-то, когда смотрим, это саранчайковые. Их там, когда они летят, они из них там перетирают, когда они сушеные. И он писался, нет, говорят, это растение. А потом никак на растение-то не получается, потому что толкование дается. Как саранча взлетает, она же, и потом падает. Так еврейский народ нравственно возрастал и падал. И написано на четырех ногах. Я говорю, так вот написано, четыре ноги, ну, трава Мелагра она не имеет. А может, это птица какая. Так, ну, птица на четырех ногах, где вы видели? А может, она была такая. Да они даже на это идут. Пусть птица на четырех ногах. Но только на своем нажать. Значит, саранчу есть нельзя, а свинью можно. А почему? А Иисуса напоили желчью свиною. А откуда-то вы узнаете, что свина это? Ну, свинью-то охота поесть. Ну, маленько добавить. Я все вспоминаю, наша мама ходила к ним, и она у нее лесовка была там какая-то делала. Помнишь? Я их пересчитал, а у ней там одного бабышки-то эти не хватает. Так мама моя как взахалась. Я говорю, сколько ты раз молилась? Теперь ты дождица-то какая. Мать на полном серьезе. Да того ахал-охал. Да как же так? Устиня какая-то там была. Да я поеду, да я ей скажу. Она пересчитала еще раз, мамка пересчитала. Нет, мне не хватает. Я говорю, да большая-то не считается. Ты у тебя там только 38. Мать еще больше забеспокоилась. А что с рукой-то? С рукой-то что? Вот это с рукой-то. Да не знаю, Натальевая рука у меня. Ноготь вот здесь вот. Это 4 дня. Вот 3 дня уже болит, краснеет. А Надя говорит, надо наживать черный хлеб с солью. Я шил на палок вот такой вот. И туда все это замотал. Замотал и вот сейчас сижу 3 часа, наверное, с пальцами. Надо воск растопить с маслом растительным. И вот такой теплый. Все-все вытянет. Да там еще нету. Там еще вытянет. Оно просто красное и больно задеть. Оно надо, чтобы прорвало. Заноски нету. Не знаю. У нас батюшка Белоусов Александр. Может, ты даже его знаешь? Не знаю. Вот он. Он больной. У него уже раковая болезнь. Раком болеет. И вот он уже такой худой. Такой вот. Я так и думаю, что ты его знаешь, наверное. Вот он у нас служит. Ну вот, пожалуйста, передай поклон ему. Вот сейчас ко мне тут одна зашла. И собирать деньги. Вот как деньги собирать? Кто-то там болеет. Вот. И назвалась она Милая Исфиль. Вот так. Здравствуйте. Вот она пишет мне. Володя, прочитай вслух. Я плохо вижу. Вот. Здравствуйте. Ко мне женщина обратилась с просьбой. Ей помочь на лечение сына. Как быть? Как можно собрать на ее нужду финансы? Можете посоветовать? Я ей сразу ответил. Считай мой ответ. Это сейчас. Только-только. Ни себе и никому никогда не собирал и не думаю. Не думаю. Зачем? Нужно учиться болеть и не скрипеть. Нужно учиться болеть и не скрипеть. И дальше. Второе параллельно. 16 глава 12. И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхней части тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Видите как? Это не запрещается к врачам. А теперь она что мне ответила? Значит, отказать в помощи очень жаль. Ну, очень жаль. Так и помогай. Обращается неизвестно, кто из чего. Ребенок только родится. Церебральный паралищ. У него сердце. Из роддома не могут взять операции и делать. Да кто это когда делал? Да какой он жилец-то будет? Зачем это нужно? Раньше был естественный отбор. Родила 15. Семеро остаются. Ежегодный прирост был естественный. Прибыли в государстве. От 3 до 5 миллионов. А сегодня убыль на миллионы идет. Потому что вот берут такие коллеги. А как? Что не лечить надо? Лечить надо, но надо смотреть. А у него сейчас нельзя аппаратуру отключить, он умрет. Да какой же ты желез-то? Без аппаратуры жить, дышать не может. Это я просто говорю о болезни. Болеть надо учиться. Это благословение Господне. А там Господь посылает для вразумления. Я сильно расстраиваю людей. Когда где-то выступаю, а они больные. Я говорю, вот я не болею. Почему я не болею? А вы болеете. Так-то не говорят никто. Как не болеете? Да я ни одной таблетки за всю жизнь не съел. И у вас ничего не болит. Почему? Все болит. Вот от пальца, до зубов вчера сухарь плохо размощился. И зубов-то нет, и повредил десну. Но это не болит. Это естественно отмирает организм. Деревья опускает. Ветки, листья опадают. Но еще теперь. Надо жить радостно, интересно, красиво. В болезни, в бедности, во всем. Прославляя Бога. С корчужей тут стоит. Все время стонет. Я вчера ты о Канаде выговаривал. Или сегодня утром. Ты хоть в зеркало на себя смотри, да не упади со страху. Что же делать? Все время скрипить и болеть. Да кто должен знать про твои болячки? Ты ты виду не дай. Продись гоголем. Так что батюшке поклон передайте. Спасибо, Христос. Батюшке поклон передайте. И скажи, прими под крыло свое родственников моих. А Васе скажи, не ходи туда больше, раз они тебя выталкивают. И никакой нужды тебе больше нет. Это церковь Христова. Мы их не отрицаем, но они нас отрицают. Вот так. Что там? Надя по... Дочка-то как у тебя в Германии? Слава Богу, каждый день разговариваем. Все хорошо. Вспоминаешь, что были у них? Все хорошо. Ну да. Хорошо мы у них побыли. Вот так. Остались добрые воспоминания. Посылаем кое-что. Ну все тогда, да? Да, все с Богом. Спаси Христос. Идите в патриархийную церковь и все. И больше туда не ходите. Это все загладится, забьется. А так каждый раз ходите, она будет кочерыжиться. Да еще женщина, даже ни в житиях, нигде этого не слыхал. Не слыхал такого. Сами с собой они имели, когда подавал он священник. Потому что было гонение, и священников было мало. Они с собой носили сосуд с причастием. Такое было. Все с Богом. Благодарю за звонок. Слава Христу.